Глава восьмая Книги Исфирь В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфири дом Амана врага иудеев, а Мардахей вошел пред лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана и отдал его Мардахею. Исфирь же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана. И продолжала Исфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вугеянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Исфири золотой скипетр, и поднялась Исфирь, и стала пред лицом царя, и сказала, «Если царю благоугодно, если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа вугеянина, писанной им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс, царица Исфири и Мордахею иудеянину, «Вот я дом Амана отдал Исфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его. И написано было все так, как приказал Мордахей к иудеям и к сатрапам и области начальникам и правителям областей от Индии до Ефиопии ста двадцати семи областей, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских, а о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имени их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. Список с этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мордахей вышел от царя в царском одеянии, яхонтово и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость и веселье и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями.